Практически не болеем, здоровье вагон и настроение всегда на высоте. Так говорят о себе несколько десятков людей в Архангельской области. Что они принимают и как даже в пенсионном возрасте не жалуются на здоровье. Николай Цып побывал на дне моржа. Полсотни уверенных, что не замерзнут, а наоборот в очередной раз поздоровеют. Отметили Всемирный день моржа под Северодвинском. Даже после купания некоторые одеваться не спешат. Елена Алексеевская морж со стажем и когда болела в последний раз не помнит. Вы уже искупались и до сих пор не одеваетесь? Почему? Мне очень жарко. Уже лет 40. Лет 40 уже я ныряю. Первый раз, когда получилось, что у меня, когда мы в баню сходили, из горы прокатилась сугроб. Ох, мне это понравилось. И с тех пор я теперь в воде круглогодичь. Дорожку с ледяной водой подготовил Северодвинский клуб зимнего плавания «Косатка». Моржи города Корабелов официально заявили о себе только год назад. Поддержать начинание приехал клуб «Моржи Архангельска». Они в холодной воде уже больше 30 лет. Говорят, сначала занимались бегом и только спустя 5 лет захотели экстрима. Раньше, конечно, такого не было. А то сейчас стало очень много заниматься. В всех городах, включаясь клубы, очень много народу стало закаливаться. Ведут здоровый образ жизни. Кстати, трюк с коньками придумал и исполнил председатель Северодвинского клуба Денис Зеленков. Повторять увиденное не рекомендует. А также лезть в ледяную воду без подготовки. Все требует здравого смысла. Начинать стоит с холодного душа. А после и здоровья прибавится. Месяц, два, три, год проходит. И уже понимаешь, что так, я что-то не болел. И начинаешь радоваться, что улучшается состояние здоровья в целом. То есть нужна регулярность. Не то, что один раз в месяц. То есть два раза в недельку. Кстати, Всемирный день моржа посвящен совсем не людям-экстремалам. А самым настоящим арктическим моржам, которые занесены в Красную книгу. Сегодня они под охраной. Однако жизнедеятельность человека, хоть и не напрямую, но по-прежнему угрожает их жизни. Обязательно им нужен лед. А, соответственно, льда меньше становится. Не лишним будет говорить о том, что нужно приоритет ставить защиту арктических животных. Потому что там идут самые сильные изменения климата. В частности, меняется климат, меняется пищевая база. То есть оно все взаимосвязано. В финале погружений загорающие на льду моржи затаили дыхание. Северодвинский экстремал решил проплыть подо льдом. Но достаточно долго не всплывал. Ничего не видно. Сейчас реально я рискнул. Я ушел туда, оттуда пришлось выплыть там. Все-таки это опасно, не стоит повторять. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион 29.